Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Зрители продолжают голосовать в ТНТ-клаб за изгнание участников. На первом месте Ольга Рапунцель, на втором Лера Фрост, а на третьем Виталий Альпирович. Парню отказала Ольга Рапунцель, и все понимают, что скорее всего именно он покинет Дом-2. Влад Кадони устроил Лере Фрост жесткий разбор полетов. Он напомнил ей, что она не преуспела ни в любовных делах, ни в карьере, ни в творчестве. Сказал, что ей не стоит рассчитывать на пост ведущей, о котором она так мечтает. Ей не стать даже ассистенткой, которая подносит кофе ведущим. Кадони ответил тем зрителям, кто пишет ему, что в последнее время он стал слишком жестким и резким с участниками. «Дураки делают выводы, что я злой. Я не злой. Резкость – это часть моего характера. И некоторые понимают только ее». Иосиф Аганесян поймал свою девушку с поличным. Ранее он уже не раз говорил о том, что от Саши черно неприятно пахнет. Упрекал ее за то, что она не следит за собой и за своим жильем. А теперь Саше пришлось оправдываться за вонь в комнате. Как утверждал Иосиф, это именно она испортила воздух. Костя Иванов прокомментировал слухи по поводу новых отношений с Алисой Литинской. Костя не отрицает, что Алиса ему симпатична. Они проводят время за периметром. Он отправлял ей шикарный букет роз на поляну. То, что Алиса в паре, его не смущает. Сергей Кучеров задумался, где он будет жить после ухода с проекта. Он пришел к выводу, что лучше быть в маленьком городе Магнитогорске кем-то, чем в Большой Москве никем. И вот только одно расстраивает, что Юлия Ефременкова, конечно же, в Магнитогорск не поедет. Ольга Бузова опубликовала фото, на котором она запечатлена без косметики. Ей оставили много восторженных комментариев, ведь Ольга здесь похожа на 18-летнюю девушку. Женя Феофилактова опозорилась из-за фотошопа. Она сфотографировалась цветами, и на снимках четко видны следы редактора. У Жени очень вытянута голова, неестественно оттопырина пятая точка. Ей посоветовали не позориться, ведь и так всем известно, что она плотненькая и коротконогая. Богдан Линчук рассказал о причине отсутствия на ток-шоу «Разбор», на котором собирались все мужчины Марины Африкантовой. Его не было в эфире, потому что не хочет поддерживать эту движуху. Он не хочет позориться сам и унижать свою бывшую девушку. Элину Камерен, королеву шопинга, высмеялись за вещи семилетней давности. Например, она донашивает сапоги, в которых когда-то щеголяла еще на проекте. При этом Камерен любит пустить пыль в глаза разговорами о миллионах, о бизнесе, о шикарных квартирах и автомобилях. Но такими разговорами уже давно никого не обмануть. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.